Вечер добрый, это WorldSuite Online, еженедельный аналитический обзор, с вами Михаил Лимах и на базе платформы WolfXNet мы рассмотрим основные фичерсные рынки и выделим приоритетные уровни и возможные торговые сценарии. Новости. На этой неделе, сегодня, отчитались американсы по безработным и какой-то кардинально резкий дисбаланс по отчету и то, что произошло на рынках, достаточно высокая волатильность, это я предупреждал. В такие торговые дни крайне важно следить и не попасть нечаянно за 2 минуты до выхода новости в позицию, особенно если она уйдет в обратную сторону. Вышли хуже ожидания в разы и для экономики это плохой отчет и многие могут среагировать на эти данные как ухудшение в экономике и начнут искать шорты. На секундочку. Вот-вот. И воспринимая этот отчет как негативный, будет набирать толпа шорты. Но это означает, что то, что отчет негативный, не будут повышать процентную ставку в ближайшее время, скорее всего. Ухудшение в экономике. Правильно? Поэтому для фондового рынка это пока еще не такой уж и негатив. То есть процентную ставку не повысит в ближайшее время и печатными денежками будут дальше раздавать мыльный пузырь, рыночный пузырь. Вот. Поэтому как реагировать на этот отчет, шортить во все, либо же все-таки аккуратненько присмотреться к покупкам. Смотрите, как пятница закрывается, да, это S&P. И на максимуме чуть закроется, наверное, пятница. Вряд ли, если бы на рынке было огромное количество шортов, то так бы котировочка росла. Поэтому, как говорится, нужно между строк читать. Что на следующей неделе? На следующей неделе Jobless Claims в четверг, ну понятно, там тоже по безработным, но мы уже все-таки, нам хватило того, что сегодня читали. Но в четверг другой интерес, фонс минус. Что-то скажут, что-то не скажут, но все равно в два по Чикаго будет этот заседание, отчет. Вот. Лучше все-таки проследить, о чем будет речь. И, возможно, какие-то намеки будут по повышению процентно-ставки, либо наоборот. Четко скажут, что они будут повышать до какого-то периода. И потом уже отталкиваться от этой информации будем. Еще на следующей неделе в понедельник национальный день в Китае. Праздник весь день. Восточная биржа, скорее не будет работать. Затем вторник, там уже тоже национальный день. И так аж до среды. У Китая три дня, один день идет. В четверг еще Британия решение процентно-ставки, у них полпроцента. Так и остается. Аналитики, думаю, что не поменяется процентная ставка и оставят на том же уровне. Посмотрим, если Британия поменяет процентную ставку, то рынки могут очень сильно отреагировать в Австралии. Решение по процентной ставке во вторник. Вот такие новости. По календарям отчетности крупных компаний, на следующей неделе отчитывается Алко. Так, 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 так. Вот, в принципе, то, что нас ждет на следующей неделе. В принципе, вот только четверг, может, пятница будет опасной. А так пока. В понедельник, вторник, среда будет последствия вот этого отчета в пятницу. Значит, если будут все-таки идти огромные шорты, то, скорее всего, понедельник будет выносить стопори у всех селлеров, даже тех, которые зашли в пятницу. Вот, поэтому тут интересный будет понедельник. Так, идем дальше. На следующей неделе, в среду, кажется, да, в среду, будет открыт вебинар в рамках профкурса. Он очень скоро начнется. И приглашаю всех приходить. Интересная тема будет. Значит, рейтинг за неделю. Собственные лучи, да. И на первом месте у нас Atom 2. Что-то там зафиксировал. 275 пипсов. Это дальненько открыта позиция. И, судя по всему, давно. Так. Второе место. Вода. Тоже какая-то фиксация прошла. 80 контрактов. Где позиция его? Ну, скорее всего, тут стопло стоит в позиции. Тоже там пару недель вроде висит продажа. Таникло. Третье место. 180 тиков за неделю. Неплохо. В принципе, если сделки хорошие, то... заширотил. Без убыток, без убыток. Оп-ты. Вот четверг, конечно, покупка хорошая. Смотрите, кто на S&P торгует. Очень похожая техника. Станикло. Похоже. Очень похожий уход. Станикло, это вы, Навельников? Звук пропадает. Мешкомет. Станикло. Со звуком все нормально вроде. Не, ну, по крайней мере, риски небольшие. Мне понравился выход, достаточно интересный. На следующий день в 3 часа после открытия Европы. Так, хотя рановато перехвалил. 8.50, 10 минут, 20 минут, как открылась биржа американская, шортить на минимуме 2 раза? 3 раза? Не, ну, это никуда не видится. Ладненько. Ну, все равно неплохие сделки, есть техника, достаточно, ну, в общем, опыт человека является. Это видно по сделкам, даже есть немножко терпения и силы воли. Так, Арчела. Звук добавить? А, уже максимум. Ладно. Ладненько. Ну, Kolб. сейчас тест-драйв, тест-драйв так нормально так плохо слышно или нет, можете сказать если надо, сейчас подправим все, поехали дальше пякарчелла у нас на четвертом месте 29-го набрал убыточную позицию это не приветствуется может так закончится ой, смотрите, как быстренько идут на максимум пятницы клим ну это надо бы огромный кэш чтобы так вот 50, 100 контрактов, 100 контрактов там еще 100 контрактов, еще 100 контрактов потом 300 так рано закрыли непорядок непорядок рановато вышел так, life is so short хорошо закупился, держит, держит, держит и закрыли интересно, сам вышел, либо выпрыгнул без убыток сработал так ну одна сделка так 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 goodfellow давайте считать раз очень маленькая просадка открыл на закрытии не считается открыл 847 848 ну рановато хорошая покупка как видите вообще без вопросов вторая сделка убыточная тоже движение взял от точки до точки аккуратно сделки неплохо неплохо отлично хорошая техника на самом деле рисков тоже маловато неплохо я думаю что будет толковый трейдер из этого goodfellow рюрик 77 тиков и архитект так ну набор позиций убыточных но так в принципе есть хорошие сделки но если бы избавиться на трейдеров ну все сейчас вот андрей воробей так андрей андрей хорошо хорошо неплохо рано вышел то тут не было триггера новых алекс рус вот такой вот участник профкурса ни одного тика не оставил без внимания так динчик я там два ух ты класс странно почему отображается зеленым если там продажа ну в общем плюс 154 бипса там шор был агрант агрант 220 да 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 знаю таких людей тоже неправильная подсветка а нет здесь правильно уже покупка и такая просадка 220 так 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 оптимист инвест ну и все окей тогда начнем обзор с см классы профайл и склейка несколько контрактов здесь подсветок но шестого даже можно взять за год давайте возьмем октябрь и сентябрь все четыре контракта здесь поставим неделю за призовыми смысле по конкурсу Если вы в списках, которые на сайте, в саппорт пишите, говорите, вот победил, вот ссылка, вот мой ник. Можно получить плюс один к пакету. Так, 18.50 и по, даже я бы взял чуть-чуть поплотнее, 3.8, вот этот уровень. Тут ликвидность как раз уже сформировали неплохую. И возьмем до 70 коридорчиков. Самый такой интересный день, ликвидность высокая и чуть больше, конечно, уровень ликвидности был, вот совсем недавно. И опять протестировали. Как-то уж очень они не опускают цену ниже этого диапазона. Вот его, на него сейчас максимальное внимание. То есть, если за следующую неделю так и не уйдет ниже 3.8 и 18.70, либо там 3 недели понадобится, то, возможно, то, что процентные ставки не будут повышать, еще немножко поддержит мыльный рыночный пузырь. Ликвидность каждой сессии, видите, наверное, ой, не сессия, здесь неделя сейчас отображается. Все больше и больше. И это как раз хорошо и для покупок, в принципе, если рассматривать с точки зрения, что этот отчет будет коварным. И для продаж. Но опять же, если уйдут ниже вот этого уровня, точно покупать уже будет стрёмно. Так, это глобальный уровень, достаточно по периоду. И берем текущий контракт с 14 сентября. Возьмем дневные сессии без клейки. Так, что у нас есть по текущему контракту? Первые объемы, которые достаточно мощные прошли, это вот две сессии 17-18 сентября. Объемы вот этих двух сессий. Также возьмем уровень двух торговых сессий пятницы и понедельника. Не этих, что были через неделю. Это у нас сопротивление. Эти две сессии, их основные объемы в одном коридоре размещены. Затем такая же ситуация происходит, но с чуть меньшей ликвидностью за торговую сессию. И две с половиной сессии формируются вокруг двадцать девятой цены. Сейчас мы тоже выделим этот коридор. Ну вот это, собственно, левел 35 и 20. Здесь дольше формировали уровень две с половиной сессии. И сейчас вот три дня, среда, четверг, пятница, просто уперлись в него и даже не пытаются пойти выше. Поэтому этот уровень сопротивления, внимательно, все внимание на него на следующей неделе, как понедельник будет реагировать на сверхволактильную пятницу. Плюс еще, что самое интересное, обратите внимание на ликвидность пятницы. То есть, если сравнить с уровнем ликвидности в текущем контракте, даже пускаем. Посетителей в чате? Нет, там просто меняют сейчас службу рассылки, приглашения вот эти. И просто не было сегодня рассылки. На следующей неделе, я думаю, возобновится. Так, то есть, ниже топовых так точно. И на этой неделе, на самом деле, больше ликвидности пришлось на вот этот массив. Вот его мы и берем в качестве поддержки. Так как иоты все-таки более ликвиднее проторговали. Поэтому вот этот уровень берем в 18.70, 18.80 в качестве саппорта, поддержки. Ну, в общем, вот между двух огней находится сейчас S&P. Я думаю, что они просто так не дадут эту цену. И то, что там безработных много, это и так понятно. Их на самом деле даже больше, чем они отчитываются. Просто надо все-таки получить какие-то встречные ордера. Они могут коваренько сейчас всех на негатив, как бы, все начнут шорсить. И они это все делать скупят. Так как процентная ставка не будет повышена. И я думаю, что как раз в четверг на фомке это и огласят. Возможно, даже Елен сама лично скажет, что мы процентную ставку повышать не будем. Пока, раз видите, сколько у нас безработных. Так, ну, эти два сопротивления. Если осилят 35-ю, то сразу тоже, как бы, лезть на покупки на рожон не стоит. Вторник где-то, да, вторник, скорее всего, они будут подгружать объемы. Я думаю, что ликвидность будет чуть выше, чем пятница. Вот почему внимание на пятницу. Не грузили они особо много объема на выходные. То есть, скорее всего, в понедельник, либо вторник будут подгружать. Первый объем, понятно, здесь набросали 70-80. А пятницу совсем, совсем, совсем немного. Так что, с осторожностью, с какой-то ситуацией надо отнестись. Я думаю, все тут просто так не оставят. Следующее еще может пригодиться. Это вот коридор двух сессий. Среда, четверг. 95, давайте возьмем. 18, 95, 19, 10. Тут объем двух сессий. Ушли ниже, потом выше. Но все равно, если будут держаться выше этого коридора, в понедельник, там, может, даже торник, то пробую установиться на этот массив. Возьмите на заметочку. Так, по дельте давайте посмотрим, что там уже все-таки происходит. Сейчас, сейчас, сейчас. Без понятия, без понятия, как там отсортировали, не отсортировали, но меняют службу рассылки. Тридцатые покупки по дельте суммарно. Сейчас мы мэш-контракт с нее для чистоты. И сегодня 30 тонн за байерами. Причем, если посмотреть текущую сессию, дельта. С 8.30 единственная 15-минутка с отрицательной дельтой это вот сейчас пошла на максимуме. все вот были на агрессоры на покупку, в основном. Поэтому тут, знаете, как осторожненько надо, потому что реакция толпы, это понятное дело, но мы же не толпа с вами. Так, 15 минут так что, вот две сессии на покупочку и 47 тонн шартов самая ликвидная. И на следующий день, видите, 29-я минус 8 тысяч. То есть, здесь вроде 47, значит, шарсят. И сразу вторник очень много цен, как видите, с активностью байеров 5-7, 5 тонн 5 с половиной, 7 тонн потом среда, там где плюс 23 тонны десятка вообще по цене по S&P 6, тут 11 коридор возьмем на заметочку тут 7-очка и тут по 11 тонн сумме захватим еще 13-ю, 14-ю. Вот коридор, где два дня подряд плотно работали байеры. Сейчас 28 тонн. Причем, видите, точечно нет каких-то маркеров. Волатильность высокая. Разбросали покупочки по всему диапазону. То есть, даже край возьмем вот 18-99. Все, вот постараются в понедельник удержать выше. Вторник тоже не сорбственно нет ниже, значит, в покупках, в принципе, кто зашел на минимуме пятницы можно стоять дальше. То есть, это вот защита. 15 баксов этих. К сожалению, я в этом движении не участвовал. Что сейчас идет наверх. И на продажу тоже. Ну, в такие дни работать очень рисково. Это хорошо, что сегодня так плавненько подрастает. А может быть такой расколбат, что без депозита можно остаться. Так. И еще для точности возьмем открытый интерес по СНП. открывали у нас 28-го, 29-го и 30-го. Вот. Здесь было открытие позиции, немного скинули в четверг. Вот там, где 23 тонны, на байерах как раз пришлось открытие позиции. И, ну, несущественное здесь колебание по сделкам идет. Поэтому тут никакой полезной информации нам не дает этот интерес. Если бы выбросили всех из рынка, было бы неплохо. Но тот факт, что с таким импульсом, который был сегодня, открытый интерес не упал. То есть, все-таки открывает позиции. И, я думаю, что открывает как раз вот на этом периоде. Так. 15-минутный интервал. Выделим основные рабочие точки, ключевые уровни. Так. Ну, тут так бы сказать, два ядра внутри недели. 18.80 это понедельник плюс вторник 18.70 маркер поставим поддержка в принципе заслужено. И второе ядро это среда четверг и пятница 95 и 19.9 Вся среда V-образная на покупку. Четверг тоже на покупку. и вторник модель тоже на покупку. То есть тут три сессии V-образная модель и пятница только такая V-образная. То есть это удивительно. Четыре сессии из пяти 3 восьмерки протестировали и наверх. Значит дошли до максимума дня. В принципе если в этих коридорах где-то закроется пятница единственное что останется в понедельник это проследить чтобы вот этот коридор не пробили. то есть поддержка на этих уровнях в принципе будет хорошим и хорошей площадкой на вход и для проверки. Но опять же я думаю что понедельник будет коварным еще тем. РТС давайте буквально чуть-чуть посмотрим на FESX с DAX вот FESX этого контракта ключевой уровень который могут не осилить байера это 3146 3166 первый день когда стартанул декабрьский контракт и там размещались все то есть тут те кто с самого начала размещается крупная компания это обязательно размещение было то есть там объемы это действительно размещались позиции они создали дисбаланс на продажу как видите потом на этой неделе если проследили скорее всего вы про это забыли был отчет по опережающему индикатору KF и он хуже предыдущего вот то есть в принципе в Швейцарии уже ухудшается ситуация там на 1,1 больше безработных стало и все такое 30 13 30 37 уровень поддержки здесь 3 сессии сформировали уровень и вот сегодня и вчера отработали прямо как по линейку 31 20 уже пятая сессия или четвертая боятся пробить этот уровень возможно так и будет возможно нет но ликвидность в пятницу была достаточно повышенная то есть по сравнению даже с неделей не топовая но не слабенькая поэтому там все-таки кто-то размещался ядро контракта 30 70 31 и DAX Влад я скажу что у них каждый контракт какая-то они выбирают одну модель на такие маневры обманные причем могут использовать ее весь контракт могут там первый месяц такие модели дней потом такие мне нравилось как весной прошлой либо позапрошлой рост был очень таким интересным стоит маркетом во флете потом под какую-то новость просто за одну сессию палка такая бах висят недельку повисели потом снова какая-то новость просто никаких коррекций ничего просто ступеньками ушли куда-то да ушли просто никому не дают даже зайти так значит на таксе у нас ядро 96.00 97.20 контрольный уровень смены тренда будет 98.40 99.65 ну и саппорт возьмем вот эту сессию 93.80 94.50 ликвидность на DAX такая же стабильная как и качество их автомобилей все под линейку RTS RTS так значит новый контракт пока вот в боковике основную часть и 76 единственное главное чтобы не ушли ниже 76 протестировали уже второй раз или третий ядро уже наторговали примерно 73.7 очки 78.80 порядка 7.6 сессий и пятницу ликвидность такая 800 хотя бывало и больше по сравнению с прошлым контрактом давайте там еще уровни захватим потому что большинство торгуют RTS из присутствующих кстати а кто из участников чате на ЛЧИ участвует ну участник ЛЧИ много таких у нас да это хорошо смотрите я зачем подгрузил прошлый контракт когда было очень сне все плохо и RTS дошел до 72 чтобы себе зафиксировали какие могут быть объемы когда тормозят от продажи маркет то есть ну на минимуме заходят здесь 24 числа по 20 даже по 2 сентября больше миллиона контрактов подряд сессий сколько было 6 80 сессий подряд больше миллиона оборот за сессию как видите самая топовая сессия была полтора миллиона и она прошла как раз между 73 и 72 поэтому если вы вдруг решите что это минимум всего на свете плита непробиваемая то обязательно посмотрите на вот эти вот сессии вот когда будут грузить ртс по-настоящему на рост я думаю что будет примерно такой же эффект и еще почему эти уровни выделил могут еще ниже 76 ути вот здесь была подгрузка как видите две сессии хорошая 75 возьмем этот коридорчик 75 и 74 с половиной как поддержку уже тютелька в тютельку отчитался понедельник там не среда прошлая и вот пятница была то есть пока не пробьют этот диапазон есть шансы что все таки еще наладится последний блокпост конечно же быстрые и объемные сделки на 72 73 прям вот весь этот коридор выкупили под 0 финансовое чудо произошло поэтому это еще не повышенная ликвидность могут в два раза больше быть не сильно упали я думал могут упасть и ниже на РТС на самом деле но держится держится это все посмотрим сейчас нефть выделим уровни сопротивления куда даже если будет рост несколько недель то вот 81 82 82500 первый такой блокпост я думаю проверочный будет и там уже все станет понятно в новом контракте где этот новый контракт 820 820 8282 82650 3 сессии которые в начале контракта они являются контрольным уровнем для РТС и если осилим пройдем этот коридор тогда уже можно с уверенностью сказать что действительно идет тренд на рост потому что это объемы которые размещались в начале контракта и они ключевые ядро по РТС 77 578 650 вот и поддержку 74 500 75 500 с прошлого контракта оставим пускай будет и в принципе самое главное те кто верят в рост это хотя бы в понедельник вернуться в этот коридор 77 500 там отстоять и вторник отталкиваясь от понедельника потихонечку пойти за 79 если действительно будут толкать нефть на намного ниже то уровни где могут подостановить снова это 74 500 75 500 и 72 73 посмотрим дельту посмотрим дельту на ртс значит 37 там в понедельник потом немножко 29 30 вроде как постарались купить и сегодня не сильно тут много байеров как видите шорти в общем одни шорты но тут могли стопари повылетать минимум недели как раз именно там все и поставили скорее всего шортики 75 800 и 76 700 вот 9 выделим выделим пускай будут в принципе если понедельник простоит коридоре там либо даже ниже покупать стрёмно то есть вообще если ниже 76 уйдет понедельник покупать точно не сильно будет хорошее решение так баровый график открытый интерес сейчас еще захватим как видите сегодня набирали позиции после вчерашнего на 4000 если не ошибаюсь потом 29 30 тоже накрывали новые сделки больше сделок было чем 28 существенно дельта отрицательная правда 2 числа но посмотрим активность участников невысокая потому что если сравнить с тем периодом 24 августа и по 2 сентября там была активность это так себе ни о чем обычная стандартная рабочая рабочий показатель открытого интереса похоже что там крупная рыба пока еще не заходит по ядро на рынок так это 15-минутный интервал ядро неделя у нас тут очевидно что 777 500 788 500 сопротивление очень объемное 79 450 по 79 150 четверг там среда отметились поэтому там надо внимательно следить и если заметили аккуратненько аккуратненько шли на продажу сегодня в районе 15-45 16-00 очень объемный диапазон видите вот здесь и как раз вроде модели все четко так красиво по линеечку идут вниз и потом все-таки сорвали стопы я думаю что эти стопы будут видите они даже не любит особо по сравнению с этим уровнем 49000 49 потом 30 тонн вот этот коридорчик он более объемный поэтому 76 250 это самый приоритетный уровень будет поддержки на понедельник тут все что ниже это сняли стопы и дальше на север ушли тоже проскакивают крупные объемы и мы все-таки захватим 76 75 800 на всякий случай возьмите тоже хороший уровень объемы были но не такой как 50 тонн за минуту за 15 минут так реверсивную у нас пятница и 77 500 78 500 нужно еще преодолеть байер а если не получится и уйдут ниже поддержки которую мы отметили естественно ниже покупать будет нецелесообразно 61 тысяча контрактов рекорд за эту неделю 17 30 раз вот она так рубль также давайте с прошлым контрактом сравним сейчас чуть-чуть надо лимиты подправить ликвидность текущая по рублю 3 900 3 800 была вчера сегодня 3,5 если тормозят маркет то может быть и 9 миллионов поэтому это еще не предел рабочая ликвидность не слишком низкая но как видите может быть и больше тут в зависимости от ситуации до сих пор висим в плите 68 и давно уже хотелось бы чтобы ушли ниже 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 вот этой поддержки которую обязательно нужно отметить прошлого контракта 64 800 65 600 если пойдем на тренд будет на юг то обязательно вот этот уровень нужно пробить потом за ним вторая такая коварная площадка 63 300 64 ну и затем уже просто такие до загрузки там уже разберемся так самый ликвидный период у нас 24 то же самое только с рублем здесь этот уровень как раз входит в коридор который мы отметили расширение за коридор 68 100 либо 67 100 в принципе будут указывать на ту группу которая контролирует сейчас маркет если пойдем ниже 67 замечательно но у нас тут уровень поддержки уже раз протестили даже третий раз два раза уже было раз два три четыре и это будет пятый ну я думаю пятый будет удачный дальше уже будем работать 64 также для тех кто недавно присоединился отметим некий уровень 68 69 100 68 600 69 100 это сопротивление как раз здесь тормозили рубль на 70 и набросали невероятное количество ликвидности как раз по 70 если 70 пробивает точно уже шортить нельзя это похоже что как говорится без точка невозврата поэтому вот этот коридор 70 350 69 750 нужно выделить на всех случаев да и вообще выше 69 лучше и не идти тут надо смотреть на 62 60 на споте отметим активность которая была на споте среда по 5 по 5 с половиной миллионов тормозили как раз на 70 с 7 с половиной было на споте очень уж объемненько вот здесь поработали 67 но это интервал дневной но нам не очень чтобы этот коридор пробили тут уже две сессии тестирую лимит в пятницу сегодня пришла 66 80 этот коридор у нас как ориентир возьмем его 65 50 и 66 20 ядро тут плотненько уже и долго стоят поэтому надо уйти ниже 65 65 это ой не 65 а 65 стоп стоп да да 65 верно я тут и на этой неделе мы даже были в четверг поэтому идем ниже четверга это большой плюс для шортов и там дальше уже первая остановочка ну вот этот массив 64 с половиной по 63 8 потом 63 2 по 62 и 4 ну там же дело техники главное вот за 63 толкнуть будет все хорошо я думаю что прощаться будут с этим диапазоном нелегко вот вернее как бы непросто и перед шортами я думаю какой-то будет финт возможно только в среду идут четверг четверг у нас 55 51 5 и 100 сейчас посмотрим дельту какая там была на рубле с 5 сессий 3 на стороне байера здесь проскел 50 100 конечно но что делать и так зафиксируем себе активность коридоре 66 700 67 100 тут поработали байеры практически весь диапазон заняли потом 96 тысяч контрактов за сессию дисбаланс на стороне байеров сейчас на всякий случай перепроверю сравним ну было 120 вот я вижу да-да-да так 77 28 числа 96 и 60 сегодня непорядок непорядок ситуация такая себе ну в общем 66 700 67 100 возьмите на заметку рубль у нас получается в этом контракте открытому интересу сейчас еще посмотрим и ну так 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 вчера открывали сегодня оно и понятно это вырвали стопорис скорее всего много людей по рублю вышел скорее всего намного ниже чем предыдущий уровень и активность тоже такая себе по рублю поэтому возможно еще не вечер так рубль на 15 минут на мотовале спекулятивном уровне сейчас выделим 657000 контрактов ничего себе так 67900 67950 плотненько так в пятницу по 67850 ушли ниже этого коридора на всякий случай возьмем в качестве сопротивления потом еще объема оставили вот тут самые хитрые там самая топовая олипидность похоже была самая топовая чуть попозже самая крупная разместили как раз вот здесь ее уже прошли далее на рубле конечно в среду это что-то нормальное было четверг нажали хорошенько байера байера тут практически вся сессия в коридоре 66500 в общем 66750 уровень поддержки до загрузки еще вот прям на следующую сессию открылись на дезабалансе поэтому дело очень плохо но выделим это как поддержка также ядро недели 67330 по 66970 вот так вот такие сценарии ну в общем ориентируемся относительно ядра недели могут еще уйти на вечерке ниже это не суть вот главное что понедельник на открытии даже первую половину сессии не ну смогли продавить если вы в продажах с этого уровня стоите если вы в покупках четверга да могут конечно перед если все таки будет шорт то я думаю тоже что в 68 пощупают просто так не сдадут так ну главное ядро 66970 по 67330 потом поддержка 66530 66770 так классер профайл евро склейка с прошлым контрактом и выделим такой интересный уровень 4 единицы 3 единицы 5 крайне уж боятся и не опускают ниже похоже такая склейка двух сессии у нас вот здесь сейчас все точно как раз была до загрузки байеров там же они две сессии отстояли вот то есть если это все хвост продаж то надо уйти ниже четырех единиц также вот объемчики были с прошлых времен 13 1.13 вот здесь протестились и вот ликвидность но это еще далеко до тех уровней могут и на 12 стать так как тут практически весь новый контракт ну вот не пускает и все понятно почему ликвидность сегодня очень как видите по еврику очень повышенная то есть есть и более нормальные объемы но это уже в разряде сильно повышенная потому что есть и по 25 3 190 тысяч 500 сегодня 266 но все равно на фоне недели максимальная активность как раз объема поставили этот объем берете в расчет сопротивления то есть если будут пробивать этот уровень то точно продавать уже выше этого уровня не стоит и 12 если будем атаковать 12 то это уже очень прекрасные вести для продаж фунт не франк хочу франк 1.0.2 плита по 50 0.2.50 вот это контрольный уровень поддержки тут уже давненько не подлиннее 4 дня и вот повышенная активность только в пятницу объем оставили наверху вот это вот настораживает этот объем берете в качестве сопротивления если пробьют то никаких продаж все выше этого уровня если закрываются еще ниже либо понедельник уходит под 1.0.2 тут точно уже покупать будет опасно только на стороне широта и аккуратненько так-так-так-так ну и 1.05 это уже следующий уровень это на следующий был сультурлайн оставим самый топовый ликвид был 24.08 вот тут и разместили как-то уж очень вкусно правда разместиться но вот такой вот цене 0.6 90 0.7 70 так вот просто тормознули франк и все так фунт 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 то же самое в один и тот же день в одни и те же дни дни те же крупные объемы здесь крайне плотно стоит на удивление фунт он такой достаточно с широким размаком может двигаться на здесь смотрите как плотненько на минимуме висит ведь были уже на 52 и буквально чуть-чуть его протащили до 51 15 хотя он может и быстрее двигаться значит если все-таки на фунте надумают покупать это вот коридор с крупными объемами 2 сессии которые сформировали сформировали уровень 52 давайте лучше выделим здесь проверочный уровень такой будет проверку байеров если байеры не смогут его подалить значит с покупками еще не так уж хорошо то есть 2 сессии дальше пошел хороший шорт значит дисбаланс был на продаже и работали активно селеры пятница сюда пришла ликвидность как видите на фунте не такая повышенная как на франки и на евро почему-то здесь не так отреагировали вот и возможно это еще не вечер в общем коридор понятен первые сопротивления уйдут ниже там точно ниже ниже 51 не стоит попасть или из покупки так нефть 26 08 там где невероятное количество ликвидности на лайтсвит прошло вот здесь поэтому та активность 44 44 50 это проверка байеров и вчера тоже выше нормы тут стоят лимиты не здесь они стоят вот здесь 350 тысяч контрактов больше 350 тысяч контрактов за сессию и вчера такая была заметим да что волатильность вчера на нефтянке была а рынки сегодня начали реагировать на новости которые только сегодня вышли а волатильность уже была вчера на нефтянке там две вот эти сессии сформировали уровень проверки 46 80 47 15 три раза там тестировали прощались не прощались но и коридорчик 44 44 50 это вот такой лабиринт котировки уже плотно так 45 5 давайте возьмем коридор по 44 и 5 торгуют уже с конца августа и я думаю что пора создать какой-то тренд фомка в четверг старт либо с понедельника стартанут странным образом набрали объемы на самом минимуме дня и торгуются сейчас у максимума неужели пойдет движ сегодня тоже не слабенько по объемам даже больше чем в понедельник по 200 тонн а там 275 я думаю уже будет окончательно хорошее подтверждение если уйдем выше 46 80 40 17 посмотрим еще на бренд какие там вообще как обстоятельства запасы нефти или бензина запасы бензина будет на следующей неделе кажется но на этой неделе были запасы по нефти у них там отчет вышел хуже ожидания тут тоже боковик 47 47 49 5 более плотная объемность 48 49 половиной ядро вот этого длительного процесса ликвидность как видите вчера была по сравнению с периодом последних 4-5 месяцев это хорошая ликвидность повышенная очень повышенная и такие вот мы видели 23 тоже тормозили покупки и вчера идентичная ситуация значит после 23 там чуть постояли 16 9 еще вниз так и поддержка вслепую прям вот 47 2 47 5 постоянно только подойдет цена сразу набирает объемы то есть такое ощущение что сверху по 50 бьет кто-то очень объемно и все подбирают по 47 47 2 48 42 с половиной коридор нейтральные воды мы назовем это тут как бы ничья и вот кто толкнет цену из коридора тот и красавчик так золото золото где ж ты золото отлично отреагировало на падение индекса 4 единички берем 11 на 4 в качестве поддержки сопротивление прошили даже не заметили вот уровень 1126 1134 поэтому его выделять не будем значит следующий следующая цель 1144 1154 обратите внимание на четверг и среду по золоту объемы вот вот так концентрировано на минимуме среды четверг тоже там не особо старался да и сбросили всех байеров наверх как раз вот эта плита и протестировали посмотрим посмотрим торгуется на самом максимуме 1140 в общем такие вот объемы сегодня самое объемное за неделю но видите вчера например вообще первое число такое ощущение что это движение не особо интересно финн рынку самое интересное что в пятницу вечером они там стоят и держатся то есть никакой коррекционной процессии не идет то есть вполне могут толкнуть еще на 1144 и 1154 посмотрим дельту там возможно я ошибаюсь а я ошибаюсь так и что мы видим мы видим небольшое отклонение на стороне байеров несущественное так сказать под такую волатильность 2.5 бывало и побольше тут пятерочка тут десяточка но все равно копите хотя хотя могли сработать ордера на выход из продажи какие-то выставленные потому что тут зацепили я думаю много ордеров 750 700 хотя одинаковая дельта ну в общем там где поработали байера это вот цена 11.19 11.29 718 может быть да и я думаю 11.20 и то же самое так ну да пустой рост достаточно практически ничего не вкинули хотя ликвидность вроде неплохая но стоять же на максимуме дня вы видите ну ладно я все равно сейчас торгую золотом до следующего Wall Street Online в среду открытый вебинар приходите пообщаемся на интересную тему торговой системы в класса и вам хороших выходных всего наилучшего до следующего Wall Street Online Саня пока господи